В общем, можно начинать. Там уже есть, да, видео? Видео после моего выбора. А, хорошо. Так, вот для индивидуумов, которые пришли просто на меня посмотреть, сравнить, что на мониторе Наташа практически не отличается от Наташи вживую, ну, кроме электричества вокруг, и размахивания руками, да, могут посидеть пять минут, встать и выйти, потому что, судя по тем встречам, которые были, даже судя по тому, как разговариваешь просто с человеком, не о чем, то поднимается очень много всего, очень много всего. У некоторых через час после начала начинаются слезы, осознавание. Ну да, то есть, зачем вы пришли. Поэтому те, кто просто решил посмотреть, они могут встать и уйти, потому что дальше начнут осознавать себя. Это такая хрень. Вот, не всем это надо. Так, вот так я буду сбиваться, ставить. Сейчас. Перерыв. Ну, во-первых, я просто делюсь своим опытом. Пусть его там уже дофига в интернете. Не собираюсь вас учить, как вам жить, потому что у вас есть собственный мозг, да, свое тело, свое сердце. Это все нужно уметь просто слышать и понимать, как оно с вами разговаривает. Вот это вот странное тело, вот, как оно с вами разговаривает. Не мое, а ваше. И я просто буду делиться своим опытом, да. Это, как бы, я просто рассказываю о том, какая карта мира возможна. А вы берете себе пазлики и говорите, о, мне подходит, о, встала на место, о, супер, о, что-то мне плохо. Вот, вот я все время пишу план, пишу план навстречу, потом я сбиваюсь, потому что я думаю, а что по плану? Так вот, главное предупреждение, когда начнутся всякие штуки такие психологические, там, не знаю, захочется кирпичом кинуть. Все, кто пришли с кирпичами, вот там вот все надо было оставлять и все остальные тяжелые предметы. Помидоры, яйца. Как только будет дискомфорт, боль, еще разные состояния, просто начинайте, те, кто уже знаком со статьями, и кто практиковал или пытался чувствовать благодарность, страшное такое чувство к своему телу, начинает делать это усиленно к этому чувству дискомфорта, который возникает. Тогда будет попускать. Или просто поднимаете руки и говорите, там, мне плохо, или у меня кружится голова, или я боюсь. Вот. Гладишь свое тело и нежненько, так успокойтесь, все хорошо, Наташа не собирается нас трогать. Нет, нет, я люблю. Немного нежности, просто сидите, себя успокаивайте. Часто тело просто боится того, что вот вы туда позадавливали внутрь, оно поднимается, Наташа здесь бла-бла-бла делает, оно там поднимается, тело говорит, ой, что-то у нас изнутри там поднимается, эй, эй, и вы начинаете нервничать. Поэтому просто успокаивайте свое тело и смотрите. По мере. Если что, 911, поднимаем руку. Вот, не собираюсь никого учить, блин, это я сейчас из комментов смотрю, чего пишут. Да, религия Натальи Северская, учение Натальи Северская, это было, конечно, смешно. Так, благодарность и нежность сказали. А, ну да, я буду описывать, по сути, свой жизненный опыт, вот, о том, что ковер живой. Вот вы как ощущаете, да, котенка? Вы видите котенка, вы его щупаете, он живой, да? Для всех котенок живой? Абсурдный вопрос. А вам живой, да? Если котенок мертвый, он живой для тебя? Да, да. Так вот, для меня, как вот, представим, да, живого котенка, вы его трогаете, неудобно наклоняться. Вот для меня это то же самое. Вот для меня в ощущениях, в телесных ощущениях, гладить стенку, это так же самое, как для вас гладить котенка. С нежностью. Он там, ну, вы просто не слышите, как стена мурчит от кайфа. Вот. Так же самое там, мои джинсы, тетрадка, мишка, зайчик, собачка. Все это живое. Для меня, в моем опыте жизни, это живое по ощущениям телесным. Как это получается? Ну, это потому, что вот такой родилась, да. На сердце. Сердце умеет чувствовать вот эту вот жизнь в типа неживых предметах. Вот. Разговаривать с ними, но это уже шиза и психушка. Поэтому я не буду показывать примеры разговора с кроликом. Да, я так вначале сначала приспосабливаюсь. Сейчас начну тараторить. А если серьезно, то все определяет одна вещь. Какое качество жизни вы хотите для себя? В каком вы находитесь качестве жизни? И какое бы вы хотели? И какая большая, насколько большая пропасть между тем, что есть, и тем, что я хочу? Насколько она огромная? И почему она до сих пор огромная? Просто вопрос ответственности. Вы как-то живете. Как-то оно само страшное, оно само происходит. Монстр быта по правую руку сидит такой. О-о-о-о, телевизор, чипсы, секс. Работа, дети и все остальное. И у вас есть ваше пространство, ваше жизненное пространство. У вас есть тело, есть эмоции, чувства, мысли, ваши действия. Если вам хватает осознанности, ответственности за каждую свою эмоцию, чувства, мысли, действия, тогда вы понимаете, что это пространство, в котором вы живете, вы создаете сами. Вот этими сами мыслями, действиями, чувствами, эмоциями. А не так. Что-то со мной происходит. Ой, я такая счастливая. Ой, что-то со мной происходит. Я сейчас депрессивная. Это значит, что эмоции происходят с вами, правильно? Что-то происходит. Ну, а по сути, это ваша ответственность. То есть, вот у вас есть тело, у него есть целый набор инструментов, огромнейший набор инструментов. Вообще очень много, если перечислять, кроме чувства эмоций, умения разговаривать словами, думать, анализировать, размышлять, чувствовать, интегрироваться и еще куча вещей. Это для меня, например, это как биокомпьютер. Живой. И сознание у нас одно на двоих. Я часто дистанцируюсь, да, и говорю, там, это мое тело чувствует. Вот сейчас мое тело вот это хочет. Вот сейчас мое тело вот так вот. Это только для того, чтобы в разговорном языке было понятно, что вот эта часть меня, которая называется тело, с левой ногой и правой ногой, и руками, головой, оно сейчас чувствует вот это или вот это. Но ощущается это и сама осознается как одно. Но я так говорю для того, чтобы можно было понимать. Если я скажу, я сейчас хочу, там, я сейчас чешусь, где, а, в левой ноге, ага. Ну, в общем, левая нога моего тела сейчас чешется. Только чтобы было понятнее. А не то, что я — это сознание, а тело — это не я, хотя оно тоже сознание. Это я вначале просто говорю, потому что потом могут быть непонятки. Вот как я серьезно все рассказываю. Ну вот, качество жизни. Чем хороши гении? Кстати, здесь воздуха нету, что ли? Нет, тут есть одно окно. Тут есть окно, да. Ну, только я до него не дотянусь. А кто-то есть повыше меня, чтобы открыть окно? О, и там есть тоже. О, круто. Может, не все гении четко понимают, да, что они несут ответственность за весь спектр своей жизни. Но главное условие — это то, что сфера невозможного, она настолько узкая, или ее практически нету. То есть человек понимает, если я чего-то хочу, я прилагаю к этому максимум усилий. Но если ты прилагаешь к чему-то максимум усилий, не получить результат, очень как-то абсурдно. Ты получаешь результат такой, насколько ты прилагаешь усилия. Да, таки это будет мешать. Вот, ё-моё. И вот качество жизни от того момента, где вы находитесь, и до того момента, какую бы жизнь вы хотели, я бы, я бы, я бы, я бы, я бы. А вот если бы, вот этот вот разрыв между я так живу сейчас, и оно вроде нормально, меня все устраивает, ну, хорошо, я уже привык. И вот если бы это произошло, то, что вы очень сильно хотите, часто мы просто даже не задумываемся о том, чего бы мы хотели в своей жизни, и как бы мы этого хотели, потому что больше об этом думаешь, больше понимаешь, в какой жопе находишься. Кому-то надо. Все нормально, все хорошо, зона комфорта, пошел на работу дальше. Проходит год, проходит два, в общем-то вселенная выцепляет вам, вы понимаете, смотрите, у кого-то жизнь лучше, думаете, как у него это получается? А, ну ладно, в общем, и так хорошо. Так вот для гения, по сути, нет этой большой проблемы. Он, его все время что-то не устраивает. Ну, посмотрите на Эйнштейна, всяких литературных писателей, их вечно все не устраивает, все не так. Нужно, чтобы было шире, меньше границ, больше простора, больше свободы, меньше условий. И все время огромнейшее недовольство к тому, ну, блин, ну как вы можете так жить? Ну, что это такое? И показывают другое качество жизни у тех, у кого получается. А когда все устраивает, это самая сложная ситуация. У меня все хорошо. Окей, и что дальше? Ну что, у меня все хорошо. Ну и? У меня все хорошо. Я все еще не стою, я стою на месте. Если у меня все хорошо, то, по сути, я стою на месте, никуда не двигаюсь, иди, у меня все хорошо. Ведь все, что я делала в своей жизни только для того, чтобы прийти к моменту, у меня сейчас все хорошо. У кого сейчас все хорошо? Да ладно. Вот. Вот. И все? А у остальных жопа, что ли? У нас уже все хорошо. Вот. И... Самый главный момент, это задумываться о том, насколько не совпадает то, как вы живете сейчас, с тем, как бы вы хотели жить. А для этого нужно задуматься. Просто задуматься. А чего бы вы хотели? Вот сейчас у вас есть дискомфорт в этой сфере, в этой сфере, в этой сфере, в этой сфере. А так хочется вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. И тут включается, да, ну, в общем, это... Чтобы не было сильно больно от того, что все-таки моя жизнь проходит дальше мимо, да, годы идут, годы идут же. 20, 30, 40, 50 лет, 60 лет. Если мой папа в 50 лет как увидел, я 40 лет думал, что если, что я сильный, только тогда, когда преодолеваю капитальные жопы. Какой это бред? Я только в 50 лет это понял. Папа будет меня слушать сейчас, да? И от того, как много вам лет, и как, типа, поздно, вы понимаете, что ой, какую я жопу сам себе создавал всю свою жизнь. Ведь ответственность лежит на вас, не на ком-то еще. Но это дальше я буду объяснять, а сейчас это просто такое, видение. Тут попал, он так написан. Так вот, условий на невозможное. Условий на невозможное. Я хочу, ну, например, я не могла выйти из комнаты больше полугода, не могла смотреть людям в глаза, чтобы 15 минут поразговаривать. У меня это оканчивалось телесными приступами, истерикой, аутоагрессией, дессоциацией на пару часов. Ну, в общем-то, я сижу дальше дома, просто пишу чего-нибудь вконтакте, снимаю видео, вот вы все это видели, и там, и я пишу, и снимаю, пишу, и снимаю. И для меня было, по сути, я просто смирилась с той ситуацией, которая была, она же телесная, но ситуация телесная, я никуда из нее выбежать не могу. Борешься, борешься, борешься с этим, сам все чувствуешь единым, а тело такое говорит, мне такая информация ко мне не поступала. Ты рождаешься с этим сознанием, что все есть источник, ты как бы дома, смотришь на этот мир, а тело говорит, да нет такой информации, мир страшное место, вон, боль, чувство вины, бьют, кричат, и как будто бьешься об тело и пытаешься ему показать, да это все одно, а тело говорит, я не слышу, я не слышу. И для меня это было в разделе невозможное, потому что я уже и вот так, и вот так, и вот так, и вот так. я просто сидела и читала аффирмации, абсолютно все возможно, абсолютно все возможно, абсолютно все возможно, для того, чтобы найти у себя, где у меня еще стоит эта хрень, которая говорит, нет, вот это тебе невозможно, чтобы просто определять, а где у меня эти штуки. Абсолютно все возможно Не просто трындеть в голос или в голове А именно чувствовать телесно Вот представим, что все возможно И я могу нормально Выходить на улицу, разговаривать с людьми Да какое? А ты что-то, ты посмотри на... Ага, записываю И вот эти вот абсолютно все возможно Я прорабатывала В тот момент, чтобы найти А где для самой себя Я сама себе говорю, что вот это то, чего я хочу Быть более счастливой, более целостной Более радостной, да? Более телесно, здоровой Что даже я сама себе говорю, что для меня это невозможно Потому что сейчас это возможно Вообще в шоке Я Едешь в поезде, ритмичные звуки Думаешь, офигеть, никаких приступов Все классно, такой кайф Можно в поезде жить просто И сразу там 7 статей за 10 часов Думаю, нифига себе, я дома так не могу написать Надо в поезде туда-сюда В Запорожье и в Одессу И в Одессу в Запорожье И будет большая продуктивность работы Так, ну это надо как-то включать народ Слишком тихо Кого не устраивает качество его жизни? Ух ты Чем именно не устраивает качество жизни? Ну, все в основном внутри меня То есть внешне как будто бы все хорошо Но я себя сама изнутри чувствую очень плохо Ну там по разным причинам И поэтому мне некомфортно жить Вот такая такая я есть Некомфортно жить, такая какая ты есть Ничего себе А как получается жить при этом? Ну вот как-то пока получилось Но сейчас уже жопа А как долго получалось так жить? Получалось долго Но мне сейчас 27 Мне тоже Но сейчас уже жопа Нет, на самом деле жопа случилась раньше Я стала заниматься саморазвитием Разными практиками Стала немножечко Ну так, это выходить На более какой-то светлый путь Ну так как-то забрежет будет свет Вот Но вот я сейчас в пути Но все равно Чем больше занимаешься Тем больше, ну ты знаешь Всего всплывает Да И поэтому жопа продолжается Просто я по крайней мере знаю Что нужно делать в каких-то ситуациях А каких-то совсем не знаю Вот А когда ты не знаешь, что нужно делать Что ты делаешь? Ну Ну у меня пока паника просто Просто паника внутри И я стараюсь вообще забыть Потому что я не знаю, что нужно делать Но как-то отвлекаясь Каким-то совершенно дурацким способом Ну ВКонтакте поселить Да Всем знакома однозначно Надо с мамой поговорить Нет, я лучше ВКонтакте посижу Да, да Есть огромнейшая вселенная Такая тетка Ну Мы когда работаем с Маратом Представляем А нет Ты представляешь ее как визиря, да? А вот Для него вселенная такой визирь А для меня вселенная такая большая тетка С рыжими хвостиками А-а-а-а-а Ну в общем, как я Да Только не такая большая Вот эта вот вселенная Она типа полностью безопасна Как абсолютно все возможно Она безопасна До того момента Когда мы сами начинаем Сопротивляться То есть представьте У нас дофига народу Да? Только на этой одной планете Около 7 миллиардов И вот каждое существо Это только людей Да, я говорю за людей Каждое существо выравнивается вот она ровно стоит работа вселенной ну как работа у нее нету человеческого фактора представим не понимаете меня буквально на слушайте свое тело работайте своим мозгом я привожу аналогии метафоры буквально не понимать не надо а то еще будете искать большую рыжую тетку и скажете о это вселенная а потом напишите что наташа виновата это она сказала на семинаре что такая тетка вселенная вот и каждое существо выравнивается относительно своего внутреннего состояния естественного называется там вечное единое сознание такое непонятная какая-то хрень наташа ходит об этом говорит типа она это проживает а мы все сидим и записываем вечно единое сознание и что так вот вселенная всех выравнивает относительно этого фактора чтобы вы могли не только знать но и чувствовать поскольку ну в общем то хорошо книжки у нас уже есть все мы читаем там я есть то и оша очень много это все прочитано да кстати вот меня например оша очень вставил у меня в 19 лет просто мысли остановились и все с того момента пока было больно даже думать то есть вот эмпатом хорошо читаешь чувствуешь получаешь телесный опыт и не надо ходить на семинары не надо сидеть и думать что же это значит прочитал прочувствовал тело такой о да есть опыт лапочка загорелась пошел дальше это я так использовал свою эмпатию то есть естественно сначала я от нее сходила с ума потому что ты даже на улицу выйти не можешь ты становишься все страхи чувства эмоции буквально до мыслей людей которые вокруг начинают у тебя быть и ты думаешь а где я вот в этом все вот в этом вот всем хаосе где тут я а потом когда там уже начала искать и нашла там две практики для себя чистое видение от новичару и все эти типа чужие мысли от себя оторвало осталось только стержень который никуда не девается на него настроилась с того момента стало уже попроще я увидел одну штуку очень прикольно читаю древний там трактат океан безбрежный океан чего-то там или нектар безбрежного океана не помню название точно вот давайте и фразу читаю я ее не понимаю но я не понимаю что значит один без другого один без другого ну телесно тело говорит что за хрень ты читаешь снова и снова я хожу мою посуду думаю что это значит один без другого один без другого ну как это понять принц у едино что значит один без другого а тело такое да хватит уже этим заниматься и мою 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 посуду там занимаясь своими делами проходит неделю-полторы этого размышления, просто там по 5 минут, бла-бла-бла. И тут меня вставляет, такая, останавливаясь посредине кухни. Я поняла! И тело проживает, что это такое. Он такой, нифига себе! Инфа дошла. Вот часто между плотным телом, да, и вашим сознанием присутствует сопротивление, некая стена. Тело это не я. А, да, кстати, все, кто ходит на семинары раз отождествления, здесь я отождествляю вместе, поэтому может быть мелкая такая, или не мелкая шиза от этого. Потому что для меня это все одно. Именно благодаря этому я могу это чувствовать. Как только, чем больше я говорю, это не я, это не я, это не я, это не я, и связи как будто закрываются, 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 закрываются. Ага, это все не я. Но это очень действенный метод для того, чтобы найти нормального, да, себя как сознания, выйти из этого всего, из этой игры, найти себя, а потом нужно входить обратно, входить обратно и видеть, ох, и это я, и это я, и это я, и это я, е-мое, я что, все это что ли? Да, на опыте у меня, я все это. Интересно это чувствуется, да, блин, жопа план, сбилась. Интересно, это ощущается вот огромнейшая нежность и чувство семейности, когда вот, не знаю, у кого есть такие переживания, Новый год в семейном кругу, ну, который проходит без бухла, салатов и телевизоров. Есть такие семьи? Что, нету? Есть, есть, все, это хорошо, а у меня не было. Чувство семейности, чувство вот этого вот уюта, безопасности, комфорта. Единство, это, например, чувствовать так себя в маршрутке, когда едешь в час пик, в метро, я еще не была в питерском метро в час пик, так что я не отвечаю за это. То есть это чувствовать эту безопасность своим телом, понимая, что это твоя семья. Это не получается, если не включается момент, что вселенная, она не бухает, она все время работает, там так вот и всех подгоняет. Ну, так образно выражаюсь, она же не сидит и всех не подгоняет, хотя кто знает. Без доверия вселенной почувствовать телесно, что все 7 миллиардов страшных чужих людей, это моя семья, очень сложно, практически невероятно. Тут только домой приходишь, смотришь на маму или на папу, и хочется уйти куда-нибудь подальше. А чем говорить, когда ты выходишь в маршрутку, заходишь, такие люди все такие, ну у нас в Одессе точно, если ты выходишь там из конца маршрутки, за 20 минут нужно уже вставать, передавать деньги, чтобы к остановке ты уже был готов, и говорит спасибо, и вышел. А в Запорожье мы когда приехали, господи, там человек 5 минут, спокойно шел из конца маршрутки, погал, еще сижу такими глазами, я уже деньги достала, уже думаю, надо выходить, а он так медленно идет, я думаю, ничего себе, ну вот разница очень большая. Тут да, можно еще почувствовать, классно, семейно так, а водитель не орет на вас, а у нас водитель все орет, он еще пинок вам даст и скажет, какой вы хороший, чтобы вы раньше не вышли. Так вот, очень сложно без доверия вселенной, даже без понимания, ну вот, а понимание рождается, когда вы чувствуете, да, вот это вот вселенная, вот она, вот непонятные кирпичи, непонятного стиля, да, так все прикольно, уютно, вот, вот это вот вселенная, мой свитер вселенная, там что, открылось что-то, пока я прыгала, это все вселенная я, вот она живая, вот это самое сложное донести из моего опыта, о том, что вот это вот все живое, как котенок, который для вас живой, практически все из нас, либо собачку, щенка, либо котенка, ну, либо птичку, ну, птичку не потрогаешь, да, вот это вот ощущение, что оно живое, поскольку я только два раза в жизни реально чувствовала, как среднестатистический человек, поэтому я не очень понимаю, как, например, чувствуете вы живое, вот, например, как ты чувствуешь, что котенок живой? Он теплый. Он теплый? Он двигается. Как ты реагируешь? Реагирует. А как ты телесно это чувствуешь? Какими чувствами? То есть вот он живой, ты на него, ты его касаешься, и что ты чувствуешь? Это тактильно. Ну да. А на уровне эмоций? 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 Да. Если он не нравится, там эмоции будут такие, ой, какой хороший котенок. Если не нравится, фу, котенок. А если мертвый котенок? Мертвый? Я не трогал мертвых котенок. А я разделывала крысу, когда была маленькая. Ну, мертвую, правда. Вот. У меня там были червяки внутри. Было интересно, что там у нее внутри. Из нее там уже из носа лезли черви. И было реально интересно, а что же у нее внутри? Сейчас скажу. Такие показатели, как отвращение, мне противно. Какие еще? Это некрасиво. Да, не по шаблону по какому-то. Вообще мне это не нравится. Вообще я это не трогаю. Ну, какашки мы свои не трогаем, правильно? Это вообще все противно, чужие какашки тем более. Ну, самый простой проверочный вариант. Вот в этом моменте здесь нету вселенной, здесь есть страшные какашки в туалете. Вселенной тут уже и не пахнет. Пахнет чем-то другим. И ты говоришь, как это? Вот это вот и есть вселенная. Да, это и есть вселенная. Она живая. Она теплая, кстати. И вот между сознанием и телом, представьте, кто-то называет это личностью, кто-то умом. Каждый используйте. Я скажу, что понятие живого. У среднестатистического человека в понятии живого это то, что имеет свое действие. Действие. Дерево живое? Ну, они возникли как-то да. Как-то да. Не принимают, потому что нет ответной реакции со стороны деревни. Ага. Есть какое-то движение, в смысле, в этом смысле, ну, так зацепиться за этим можно, понять, что такое живое. Ну, вот. Нет. А камни? Камни живые? Нет. Если вспомните школу, определение, что такое живое. Это все вложено. И вот, можно я скажу, что когда, когда трогаешь какой-то живой предмет, то здесь появляется, вот здесь где-то что-то похожее на адреналин. Вот так. Угу. И так, по крайней мере, я вычисляю, что живое, что нет. Ковру я этого не испытываю, у котенка я это испытываю. А если балка не живая на тебя летит, адреналин поднимается? Это уже адреналин, а то не адреналин. Ну, ты говоришь, что-то типа адреналина. Типа того. Это просто, ну, сложно описать. Вот. Ну, примерно так. А если там, не знаю, та же самая балка резко встанет и скажет, привет, мальчик. Я на немногом руку полстаю. Как бы, неожиданно. Я не обеспечен точно. Балка скажет, привет, мальчик. Да, вы помогайте мне, пожалуйста, потому что я часто спрыгиваю с темы. Вот очень хорошо было. Я вот так вот говорю, перескакиваю на тему, а потом не знаю, куда возвращаться. Да, кто еще может рассказать, как он понимает, что вот котенок живой или собака живая? Это живое, это телесное переживание есть. То есть, стены, коверы, когда чувство живым, тоже испытывают такие же ощущения телесные. Как? То есть, в общем-то, можно придумать практику. Гладишь котенка, потом гладишь кусок балки. Да, пока не выравняются ощущения. Так придется много старосрочно. Ну вот раньше, в детстве, как меня учили мои родители, там, это живое, это не живое, там, ну, вот как. Кстати, в детстве все живое, вспомните, все живое. Да, да, да. Потом рыбе. Я вот сразу сижу и думала, да, да. А в детстве... А в детстве... А в детстве же не бегают. Живое, как-то... А вот интересно, в какой момент это перестает быть живым? Когда в детстве было все живое, ты все влазил, выкладывал всех спать, в какой момент перестает... Сейчас. Так, сейчас. Не объясняли, что там это живое, это не живое. Не было так всего. Мне не объясняли, что это живое, это не живое. Она как-то сама выстроилась. А страх просто был. Но все равно в социуме ты же. Сейчас. А все с другими людьми. Вот понимаешь? Наташа. Давайте так, мы будем поднимать руку и мы будем говорить, потому что иначе получается общая каша. Ты хотел сказать. Я хотел сказать, что у меня, я перестал это чувствовать, когда пошел в школу. Когда я пришел в первый раз, в класс мне сразу же начали объяснять, вот то, что сделано руками человека, это не живое. Я такой думаю, ну как не живое? Мне говорят, нет, это не живое. Я такой, а, ну ладно, не живое. Все перестал. Поверил. Поверил. Да. Ну, у меня так. Блин, нет, по-другому будет. А как у тебя было? Черт, я не помню. Я вот сейчас сижу и пытаюсь вспомнить, в какой момент все перестало быть, ну не то, что перестало, но перестало настолько интенсивно чувствоваться, что вот живое, что вот я не помню. Я не помню, в каждый конкретный момент я не помню, что стенки живые. Я это иногда помню. И чувствую. Я чувствую, что у меня, допустим, компьютер, телефон живой, то есть, я, ну действительно... А как ты это чувствуешь? Ну, внутри чувства. Какие чувства и эмоции ты испытываешь к телефону? Сладко сказать. Ну, например, я испытываю огромнейшую нежность к этой самой стене. Огромнейшую нежность, такую хочется ее гладить. Нежно положительные такие. И с настроенностью, я бы сказала, с чем-то вот этим. Будут энергии в виде компьютера, допустим. А монитор гладишь? А, если он живой. Каждому живому человеку, я на других не буду, здесь мы уже... И здесь мы практиковали. Каждому живому человеку приятно, когда его гладят, да? Любому живому существу приятно, когда его гладят. Вот здесь, говорит, да. Если вы чувствуете это живым, у вас автоматом возникает потребность телесная касаться этого, чувствовать это. А когда вы касаетесь, вы чувствуете нежность. Вот стенка офигительная, рука офигительная. Вообще, можно ногу погладить, да? Аккуратнее. Я не соглашусь, что каждому человеку нравится, когда его гладят. Да, не каждому. Я соглашусь, что если ты ощущаешь что-то живым, ты хочешь его потрогать. И мне кажется, среднестатический человек никак по ощущениям он не понимает, что что-то живое. Не обязательно. То есть ощущение вообще никак не связывает с тем, что оно живое. Просто видит, что оно двигается, ну вот как объяснили, может отвечать, как-то реагирует на тебя. И у него это просто мыслительно, что там, допустим, машина отвечает, но она не живая, а человек как-то не робот. То есть вот так. Ты вспомнила? Нет, я вспомнила. А это что? То есть мы как-то неслить на это. Да, вот я хочу об этом же и поговорить, что между вами как сознанием и вами как телом существуют некоторые преграды, которые, как вот ты говоришь, ну ладно, я поверил, что это не живое. Галочка, дверь закрылась. Все это не живое. С этого момента ты это не чувствуешь, ты согласился с другими. Ты перестал верить своему телу. Тело говорит, ковер живой, можно я его потрогаю? Ковер не живой. Ты что, забыл? А, да, точно, не живой. Хорошо. Пойду смотреть Николодиум. Да, точно, пошли смотреть Николодиум. Но есть еще такой момент, вот допустим, выборочно бывает, что ты живой, а что ты не живой. Из-за живого мира, как мы вообще обычно считаем, например, просто я из своей жизни могу привести пример, как швейная машина. если с ней не договоришься, ты никогда садишься за чужую. Надо с ней поговорить. С компьютером то же самое, да. Со стенами то же самое, пока с ними не договоришься. Так что вот как, проходишь, да, мимо всяких вещей, как бы не живые, но если тебе четко надо, от какого-то неживого предмета, ну, то есть контакт, да, вот работа какая-то, ну, взаимодействие, то с ним можно договориться, и ты понимаешь, он живой. Ты с ним договариваешься уже, да. Да, с ним общаешься. Ну, я тоже самое хотел сказать, просто мы, точнее, делаем живыми те предметы, от которых нам что-то нужно. Машина может сломаться, там, ой, ты хорошая, да, 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 да. Показываете контакт, ой, мой контакт, какой-то классный. А если ничего не надо, там, отчет, там, балка железная какая-то стоит, балка железная, и все. Если она будет поддерживать твой дом, или там, будешь с ней строить, о, балка железная. И ты не пак, пока она не начнет шататься. А это, ну, как бы, неправильно. Это тоже не... Это ум. Просто умом понимаешь, что она, это живая, да. Если что, нужно. То есть, действительно, умом анализировать учат ребенка, ну, по мере взросления. И когда пользуешься только умом, только умом, то возникает это разделение, это живое, это не живое, это, может быть, это, там, когда дверь закрылся, и не живой. Ну, как бы. Да. А если присоединяются ощущения, тогда возникает это понимание, что все единое. Когда возникает ощущение единства, ну, тогда... Оно у тебя не пропадает до момента, пока, например, ты не веришь папе с мамой. Ну, оно у тебя вначале есть. Вот. Потом оно пропадает. Да. А потом нужно приходить и сюда и говорить, и как мне вернуть это вот то, что было в два годика, а? Как вот это вот мне вернуть, пока я маме не поверила? Это то, с чем мы соглашаемся. Да. А откуда ты знаешь, что вот у других людей ощущение единства есть с рождения? То есть, вот, мне просто интересно, ты говоришь, сейчас как бы за свой опыт, ну, то есть тут сомнений нет, что да, у тебя с рождения было ощущение единства, там, все. Да, ты очень прав. Я говорю, только за свой опыт, да. Это универсально вот для всех или это вот только вот... Я вот хоть... Поднять просто и все скажут, что чувствовал сразу. Ну, я нахер и не знаю, что я вижу. Помнишь, что ли? А кто занимался холотропкой и помнил, ну, вот это вот внутриутробные ощущения? Никто? Вот те, кто занимался... Ты занимался, да? А можешь рассказать? Да, расскажись. Расскажись, интересно. Нет, ты просто выйдешь, он тоже будет снимать. Ну, выйди сюда и просто расскажи. Во-первых, я тут помолчал немножко, а хотя хотел задать очень сильный вопрос вот по первой теме, по поводу живое-неживое. Может быть, тут определиться, что такое живое вообще, суть этого слова и понятия? Потому что, мне кажется, все-таки живое это то, что обладает сознанием. Потому что есть все-таки то, что не обладает сознанием, но имеет другую вибрацию просто. То есть... А вот эта вибрация, это что? Вот. Это и есть то, что живое. Так. То есть, хорошо, стена чем отличается, стена от дерева? Ничем вообще. От дерева человека? Абсолютно. тогда где сознание? Вот. Для тебя? Это и есть живое. То есть, значит, стена не обладает сознанием. Если когда мы говорим, допустим, о ковре, мы просто чувствуем его вибрацию. Когда нам в детстве сказали, что эта вибрация не есть живое, оно не обладает сознанием. мы согласились с этим. Да. А как теперь найти это сознание в ковре? Оно там есть? А вот интересно, ты соглашаешься, говоришь, и закрываешь дверь? Не проверяешь. Да, ты не проверяешь. Ну, ну, а потом в 15, 16, 20, 27, 50 лет. Мы закрываем эту дверь, верим? Мы ее закрыли, мы там уже ничего не слышим, там реально ничего нету. Нет, тут если касаться вибраций, то еще глубже можно грузиться в это, что вибрацию еще можно не изменить даже. Хорошо, вот дерево можно... Сама сущность дерева может измениться в вибрацию ковра. Сейчас. Сейчас, да. Но живое и не живое, если так идти, это техническое слово, да? Потому что живое это объекты, которые способны к самовоспроизведению, а не живые это не способны к самовоспроизведению. И все. О, еще проще. Для тебя дерево с сознанием? Да. дерево с... Так, человек с сознанием, где? Планета с сознанием? А как же? С сознанием, то есть планета живая. А вы не можете. А что не живое тогда для тебя? Как бы пока сложно. То есть, если, например, все это было сделано из чего-то, что, например, ковер, представьте, что он настоящий, такой именно, качественный, из настоящего, там, всех этих материалов, да, они были взяты из планеты, считайте, но они, получается, мертвые, это мертвый ковер. Он не мертвый, это другое качество, той же самой вибрации, то есть те волны, они немножко по-другому, как бы, пульсируют. Сознание и волны, в чем для тебя разница? Сознание и волны. Сознание не волны. Сознание не волны. То есть сознание, а что такое сознание для тебя? Сущность. Естьность и сущность, то есть как сказать, что такое сознание? То есть естьность и сущность, есть у меня и у тебя, но ковер этого лишен. По сути, да. То есть вселенная говорит, не, я это. Да, дискриминация, ковровая дискриминация, половая дискриминация, спиновая дискриминация, лампочковая еще. Каташа, я, кажется, понял все. Выходи сюда. Мозг работает так, что мы воспринимаем абсолютно все, как какие-то концепции. То есть вот ковер, концепция ковраут, он квадратный такой, а ты абсолютно каждый предмет воспринимаешь в его глубину, то есть там, ну, маленькие атомы, и они для тебя живые. А мы так не можем. Мы воспринимаем только от тапок. Мы не воспринимаем его как сгусток, как бы атомов, молекул и всего этого, если так углубляться. И, по сути, из-за того, что мы разделяем своим мозгом как концепции, то есть у нас есть один ковер, второй ковер, мы их разделили, и он перестает быть живым. Никто ничего не понял, да? Сейчас, смотри, очень классно. Атомы и молекулы, они обладают сознанием или нет? Они обладают вибрацией. А чем вибрация отличается от сознания? Я так считаю. По крайней мере, пока я на этом могу... То есть, получается, есть нечто, типа... Подожди, есть нечто... Вот я хочу просто уточнить, да? Есть нечто, типа пластилина, вот вибрация, да? И с нее все лепится. И есть, как дух сознания, он во что-то входит, вот оно живое, а сюда входит... Оно становится живым. Оно меняет качество самой вибрации. То есть, вот ковер может быть летающим реально... Если человек или если сознание? Если сознание. Если сознание. То есть, вот эта сущность некая, которая не обладает, по сути, ни вибрацией, ни чем, но оно может это изменить. Я не знаю, пока как это... У нас есть сознание, у нас есть пластилин. Вот это два момента. Есть сознание и есть пластилин. А откуда пластилин берется? Он был, есть и будет. А сознание? Еще раньше. Так скажем. Мысль пришла и... Так подожди. Пластилин был, есть и будет. Это что значит? Вот сознание как раз... Ну, я не знаю, где бы и пока туда... Для тебя. Для тебя. Сознание создало этот пластилин. То есть, сознание создало вибрацию, саму сущность того, с чем можно играть. Сознание создало пластилин. Если ты что-то создаешь... Пластилин – это вибрация. То есть, это не твердая материя, это не ковер. Я понимаю. Пластилин – это просто... Грубо говоря, вот мы дуем, мы есть сознание, мы создаем ветер. Но ты из себя создаешь ветер? Ну, нету еще пластилина, есть только одно сознание. Пластилина еще нет. И сознание решает создать пластилин. Откуда оно, из чего оно возьмет этот пластилин, эту вибрацию? Из чего оно возьмет вибрацию? Есть только одно большое сознание. Из чего оно возьмет вибрацию? Из чего оно его сделает? Чтобы была вибрация, которую можно наполнять и изменять. Не знаю пока. Поэтому я здесь. Если бы я знал, я бы уже не слышал. А деревья и люди, как ты их тактильно, ну вот, по эмпатии, как ты их чувствуешь, насколько разными? Деревья, животные, то есть я просто знаю, что им нужно как бы... Но ты не чувствуешь? Как-то. Мы просто сливаемся. А какие ощущения, разница между людьми в маршрутке, например, вечером и деревьями? Огромная. Нет, я думал, людьми внутри маршрутки. А, люди в маршрутке и деревья в лесу? Есть разница. Качество вибрации. Плотность волны, как бы, я не знаю, как это. Да, я понимаю. Просто терминология разная, поэтому можем не понять. Я пытаюсь сейчас подобрать. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, волновая теория и того, что оно изменяется. Ну, это не квантовая физика, это просто способ выражаться. Я поняла. Я тоже не по квантовой физике выражаюсь. Это что-то, что более ближе. Да. Ну, хорошо, тогда... Ну, грубо говоря, вот если вот так по бытовому, по-простому, то есть вот я прохожу мимо кота, я просто обратил на него свое внимание не разглядом, вот, а просто как бы коснулся ощущение такое. Я знаю, что он хочет пить, я говорю жене, он хочет пить, ну, а и пожалуйста. Он тут же идет к ней, она ему наливает, он пьет. Вот что-то вот, если бытовой уровень взять, вот на материальном плане это описать так. То есть, если входишь в лес, это вообще потрясающе. Да, это вообще. Ходишь в маршрутку, еще круче. Ну, вот сама плотность волны, они разные. То есть, это нельзя сказать, что это одинаково все. Это да, это одно. Да, это я понимаю. Единство многообразия, да. Ну, можно так. Вот так. Ну, вот для меня, это если твой спектр котенка расширить на ковер, но только работа ковра лежать, его не нужно... Не молчать. Да, ну, это от того... Не летать. А смотри, есть деревья, они разговаривают, но если ты не телепат или не эмпат, ты не способен понять, так? Да. То есть, ты можешь понять, что у котенка есть потребность, физиологическая потребность пить. Ты это чувствуешь эмпатией? Возможно, не знаю. Я имею в виду, что у каждого существа, да, деревья для меня существа, люди существа, ковер существа, у них есть собственный язык. Для того, чтобы слышать этот язык и понимать его, необходима либо эмпатия, либо телепатия, да. То есть, либо мысли читать и понимать, что что-то живое, да. Деревья, там, цветы, они излучают определенное магнитное поле, и они точно так же разговаривают. Но если человек не чувствует или не слышит, если оно не соединено вместе, он заходит в лес, лес, очень классно, я чувствую деревья, атмосфера офигительная. Но он не понимает, о чем деревья говорят. И тогда в чем здесь маленький конфликт появляется? Что деревья-то, по сути, разговаривают. Котята разговаривают, собаки разговаривают, человек их не понимает. Так вот для меня ковер разговаривает, стены разговаривают, человек их не понимает. Для меня это то же самое, просто научиться языку этого уровня сознания. Для меня это вот другой... Ага, у тебя сознание одно, а вибрация разная. Вот, е-мое. В общем, для меня в ковре есть сознание. Но для того, чтобы его увидеть, нужно настолько утончиться восприятием. Для того, чтобы услышать и понимать его. Вот где-то так. Ну да. То есть английский, японский. Да. Вот однозначно. Русский, японский. Я японский вообще не рублю. Так вот, и дело-то в том, что при помощи эмпатии, как инструмента, можно... Вот я так почувствовал, что можно изменять качество вибраций. То есть ковер может летать, и ты можешь его об этом попросить. Но для этого нужно сознание очень сильное для того, чтобы это реализовывалось. Да, да, уже не в теле, скорее всего. Ну, кого как? Но при помощи тела. А зачем когда-нибудь летать, если не в теле? Это просто способ изобразить то, что можно менять качество волны, исходящей от сущности. То есть вот стул может пойти. То есть вот тот Емеля, который ехал на печке, в принципе, это был мак. Если так выражаться. Ну вот смотри, если ты можешь менять качество своего тела, значит, по сути ты можешь... Вот. А ты не можешь. Я коснулся немножко, и мне стало интересно. Потом я узнал от тебя, что это, оказывается, эмпатия. И это инструмент, очень хороший ух вообще. Да, мега инструмент. Вот. Стал копать дальше, глубже. То есть потом немножко страшно стало. Еще страшнее стало. Плоть до дурки. То есть когда я разговариваю с человеком, просто накладываешься на его волну, и можно даже говорить вместо него. Да, у меня так именно зрительно идет. Входит человек в лифт, и я вижу себя его глазами. Вот так как я вас вижу, оно просто резко делает, меняется. Флип такой. В этом раз, обратно. И реально шиза такая. Личного характера, то есть я закрыл эту тему для себя. Нельзя людей помнить. Да, без их согласия. Потому что можно заиграться. Без их согласия нельзя. Я так же самое не считываю людей и эмпатию не применяю для считывания. Только для чувствования, что мы одно. Теперь мешает? Да, потому что это распространилось как болезнь, что ли, я не знаю, а все остальное тоже. А, ну, значит, нужно посмотреть из страха, чего ты прекратил. Не из того, что ты нарушишь их. Набредите ему. А, а когда ты навредишь ему, что ты сам будешь чувствовать после этого? Кайф. Ну, вот это и пугает. Вот это причина, почему запрета, и поэтому оно распространилось. Потому что есть потребность кайфовать от того, что наносишь вред. Нет. То есть ты будешь кайфовать? Нет. Ну, там просто начинается вот такой вот ворота, одно же другим цепляется. Ага. А еще пока тут хочется побыть. То есть если вот в это уйти, то просто все. Ну, естественно. Я вот в это ушла, и мне пришлось татуировки на спине и на руки делать, чтобы возвращаться в эту маленькую одну молекулу воды в океане, чтобы вот в этой молекуле я играю. Полтора часа с утра надо, чтобы войти в тело. Приехали сюда, я такая, блин, ну я еще еще не в теле. Ну, надо же сейчас рассказывать что-то. Ой. Такая, о-о-о, ноги, ноги. Это вчера классно. Я спускаюсь в гостиницу по ступенькам. С утра такая, ох, я ноги свои чувствую. Боже, у меня есть ноги. Офигеть. И оно, вот чем дальше в эмпатию уходить, если иметь очень негибкие рамки сознания, то можно сойти с ума, либо просто человек сознательно говорит, нет, спасибо. Второй вопрос. Можно? А мы вообще говорили про холотропный опыт. А это оттуда. Это как раз оттуда. То есть это было воспоминание, вот тот вопрос, то есть это было воспоминание того, что такое было в детстве, как я видел все это окружающее меня. И вот это и помогло как бы оттолкнуться. То есть я стал это искать после того, как прошла сессия. Стал это искать. Попытался при выходе из холотропки это зацепить с собой в теле, вот опять же, то есть сохранить это там, внутри. Забыл где, потому что на выходе там, ну, не знаю, крылья были, нет, но полет был хороший. Вот. А это чувство, которое ты говоришь, вот ты пытался захватить. Сращивал, растил, плевал водичкой. Нет, нет, это чувство, как оно ощущается. Вот то, что ты говоришь, ты тогда маленьким чувствовал это живым или нет, это все? Как ты воспринимал? Потому что нам интересен этот опыт, это переживание. Словами, наверное, это не сказать, это просто вот так вот, как-то вот так. Да. Другому я не могу сказать. Ну вот у меня было как стробоскоп таких эмоций, звуков, и оно всего так вот входит в нервную систему, и ты не знаешь, куда надо выйти. Ты сознание в теле, и очень сложно это проживать, и вышло из тела нормально, входишь в тело. Так и не было, по крайней мере, у меня. В каком возрасте? Ну, там не было понятия возраста в моем переживании, там было просто понятие, как бы, ну, просто избитые фразы от этого, единства, общности, целости. А в каком возрасте примерно? До года, после года? Наверное, еще у мамы. А, еще в животе, да. Да, да. Потом был момент вот этого рождения, но так как уже был опыт того, первого ощущения, когда, видимо, сознание попало, что ли, я не знаю, как это происходит пока еще, вот. Потом очень быстро прошли вот эти родовые моменты, то есть я просто не обращал внимания, тело там произошло, и все. Оно появилось, оно встало. Вот. Ну, а дальше уже экспериментировали. Окей, спасибо. То есть, видите, вот здесь еще один пример, да, того, что вот те, кто занимается холотропкой, те, кто погружаются в эти именно внутриутробные переживания, там все безопасно, там все связи есть, там все классно. Ну, вот бывают некоторые моменты, когда, если у мамы сильный стресс, то это может зажимать, даже там пережимать эти ощущения. Ну, мне повезло с тем, что тело таки закрылось, еще, еще, еще когда, получается, тело показывало, короче, я там две недели не кушала, там бла-бла-бла, как всегда на соках, а потом тело говорит, давай кусок ветчины, я говорю, ни хера себе, кусок ветчины, ты чего? После куска ветчины я загнусь нафиг. Она такая, нет, давай кусок ветчины. Ладно, ну, желание такое очень, со вкусом, все классно, куда ж там? Ну, ладно, пошла в магазин, купила кусок ветчины, съела. Проходит час, меня погружает буквально вот в эти, в сам момент, как папина и мамина клетка соединяются, как в этот момент, вот она вечность, она делает вспышку, и потом мама боится во время секса, и телесно оно схлопывается, и зажимает это ощущение глубоко внутри. И что, опыт в теле присутствует, но чтобы его достать, нужно увидеть этот вот мамин страх, мамин страх перед папой, и вот оно зажало, и я как сознание, да, я все чувствую, я все понимаю, я ходячая библиотека, отлично, тело развивается и говорит, я ничего этого не чувствую, мир страшный, люди ужасные, куда я попала, боже мой. Вот такой жуткий диссонанс. Ну, сейчас оно все соединяется, да, тело такое, офигеть, я живой, е-мое, обалдеть, можно с ума сойти, я не, я это, а теперь оно боится полностью раствориться, потому что сознание, оно вообще во все меняется, весь пластилин, для меня это, все, все это сознание. Я вот такой, говорит, а, а как же, а если я сейчас себя потеряю, свою форму потеряю, теперь другой загон. Так вот мы о чем говорили, живое, неживое. В Запорожье был очень прикольный момент, он выложен в ВКонтакте, мы с мальчиком обсуждали, вот вообще там пошаговое, живое, неживое, он очень логичный человек, и там, живое, неживое, вычисляется, по буквально доле, миллиметрам, какого-то понятия. Там, по моменту того, что это существо может защищаться, я говорю, а Божья коровка, она не сможет дать тебе в глаз, когда ты на нее наступаешь. Она что, неживая получается? По сути, я увидела, что между сознанием и между телом, как сознанием, стоят просто условия, закрытые двери, закрытые двери, здесь нет, здесь нет, здесь нет, здесь опасно, здесь мама будет бить, здесь папа будет бить, здесь бабушка денег не даст, здесь жена кричит, и все это закрываем, 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 и потом получается два разных мира. Есть я, есть мое тело, есть моя семья, есть этот мир, и как-то у нас все страшно происходит. И так как я рассказываю о своем опыте жизни, то я могу сказать, как классно, когда эти все двери раскрываются, все эти условия уходят, и ты понимаешь, ты чувствуешь, это все одно, оно дышит такое, много тел, куча планет, вселенных, машины, люди в маршрутках, я раньше даже на улицу выйти боялась, куда-то в маршрутке проехаться, выходишь вот так вот, адреналин, агрессия, думаешь, кому бы брошу дать, а сейчас, сейчас едешь в транспорте, думаешь, офигительно, оно все дышит, такое, все дышит нежностью, все это вот пропитывается огнем любви, и оно такая радиация, когда тело все это начало чувствовать, я сижу, оно такое говорит, как люди еще с ума не подходили от такой радиации любви, как этого можно не чувствовать, я говорю, нормально, а как ты не чувствовала еще год назад этого, не чувствовала же, правильно, и вот я ищу вот такие моменты, то есть нейронноалхимию, я типа исследую, создаю, блин, не знаю, как это правильно сказать, чтобы потом не вывернули, все равно вывернут, для того, чтобы найти самые короткие нейронные цепочки, которые приводят сознание к телу, и чтобы тело могло увидеть, что оно тоже сознание, чтобы убирать все эти, открывать все двери, чтобы это все, да, как огромное молоко, и каждый атом и молекула, вот в этом литре молока, они двигаются вместе, видели рыбу в океане, они офигительно ловят, вот эти вот все штуки, там акула проплывает, они раз ее так, фух, все обошли, они что, мне говорят, эй, там акула, да, там акула, передайте там акула, у них четко одно сознание, и они фух, представьте, что мы все видим, а мы же, кстати, мы-то все видим одну картину мира, да, вот, они тоже имеют одну картину мира, акула, фух, разошлись, съехались, опять акула, фух, здесь тоже мы видим одну картину мира, мы литр, как литр молока, каждая молекула, мы видим одну картину мира, и тут капля молока такая говорит, нет, это все не молоко, Это какая-то хрень, она не живая Я не чувствую это собой У нас появляется еще, как это называется, на кипящем молоке Пенка, да, потом я снимаю Вот в этих исследованиях, блин, сколько я их делаю Два года Пасхи, ВКонтакте И вот где-то, сколько мы с тобой, 6 месяцев, да, где-то так Вот, и когда я уже реально вживую работаю с Маратом, с Лесом, с мамой, с папой И могу видеть именно работу этих механизмов Не только по тому, как люди пишут мне Ваське Когда я с ними, ну, вопросы им задаю За 40 минут человек там доходит до какой-то своей проблемы Он видит, а, да, точно, о Но фишка в том, что все это устроено на базе того, что мы все одно целое То есть мы все одно сознание И личность, тело, наши эмоции, чувства Они работают из двух моментов Да, есть два таких вот Либо есть условия на это, либо нет условий на это И когда есть условия на то, что мы все одно То ты смотришь на другого человека, говоришь Он потенциально враг Во-первых, я его не знаю Сейчас будет перечисляться очень много Во-вторых, он странно выглядит В-третьих, от него непонятно пахнет В-четвертых, как-то непонятно на меня смотрит И вообще он слишком И пошло, 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 пошло Куча условий Почему я к этому человеку не подойду Это ладно еще Почему я к этому человеку не буду испытывать нежность Нежность, ну что вам стоит, ну в падлу что ли Вот чувство нежности рождается внутри вас Вам кайф приносит Нет, мы ставим жуткие условия на нежность Нежность мы проявляем к котенкам, к детям И то, если они хорошо себя ведут К сексуальным партнерам, если все хорошо И еще куча если К друзьям это как-то стремно Потому что, а вдруг секс начнется И куча условий на нежность Нежность Ищем ее в каждом объятии Заводим себе животных, чтобы чувствовать нежность Она рождается внутри нас Ну, ну, разве это так сложно? Видите людей в маршрутке? Чувствуйте к ним нежность Да не надо их обнимать Пускай себе едут угрюмые Передай, пожалуйста Да Ну они еще испугаются Позвонят И скажут, конечно, сейчас передам И отсядет подальше Да, и отсядет подальше Но, естественно, эта открытость Она вызывает обратную реакцию Все закрытые двери начинают что делать? Ходить ходуном Человек начинает нервничать Он становится агрессивным, раздраженным Говорит, что ты сам так нежно разговариваешь? Ты что-то от меня хочешь однозначно Ну вот, мы в социуме четко привыкли К там, с нежностью В наше доверие заходят только тогда Когда от нас что-то надо Либо дети, либо замужество Либо бабло, либо машина Либо справка там медицинская Нежность рождается внутри вас самих Я не догоняю Ну, сейчас я не догоняю До этого я очень догоняла Почему? Можно дистанцироваться Говорит, нет, вот, ха Так вот, нежность внутри вас самих рождается Вы начинаете кайфовать Едьте в маршрутке и кайфуете Нет, нужно зайти в маршрутку и искать Какие-то странные люди Вот у них Они уже испортили мне настроение Тем, что я зашла в маршрутку Они испортили мне настроение Сесть негде Да, сесть негде Вот старушка сидит, а могла бы встать А эти все законы Что нужно старушкам уступать в место Ну что это? Мне постареть надо, чтобы мне уступили место И начинается Нежность Благодарность Радость Рождается внутри вас самих Вот все остальное снаружи Это как ветер Представляете, вы приходите на берег моря Океан Офигительно Утро У меня во рту пересохло сейчас Можно вас попросить Ахмут Это очень понравилось Угу А, окей Есть? Спасибо Пожалуйста Спасибо, что вы говорите Вот И Эти все ощущения Эти все эмоции Это все счастье Оно же внутри нас Но Какой фактор? Это все испытывает тело Знаете, то тело, которое не я Я не тело Тело говорит Вот епырыс Это опять начинается Тело Испытывает нежность Но если у вас не будет тела Каким органом вы начнете Испытывать нежность котятам? Даже выходя в астральные сновидения В осознанные сновидения У нас есть тело Другого характера Есть тело Благодаря телу Мы можем взаимодействовать Вот в этой игре С другими моментами И испытывать при этом взаимодействие Резонанс Эмоции Чувства Ведь по факту что? Мы живем, чтобы переживать Эмоции Чувства Чувства Эмоции Зачем мы гоняемся? За безопасностью За нежностью За пониманием При котором Когда меня понимают Господи Я такое внутри чувствую Чувствую Гоняемся за эмоциями И за чувствами А для этого мы что делаем? Вот есть огромнейшая вселенная Отражение Бегаем Бьемся лбом об отражение Получаем резонанс Я только что такое почувствовала Нужно еще раз удариться Так вот океан Берег моря Все офигительно классно Обалденно Там восход Там где-то грозовые тучи Ветер Все просто Невероятно Вы внутри ощущаете Вот эту вот Красоту Да? Оно все так захватывает Но некоторых не захватывает Чувство счастья Чувство счастья Беспредельности Потом радости Когда идешь До маршрутки С берега моря И все это рождается внутри Так вот Этот вот мир снаружи Работа Семья Люди Все остальное Это как вот эта вот Самая красота Пейзажа Снаружи Вы выбираете Что для вас Это есть в этом разница Люди в маршрутках Люди дома Папа с мамой Страшные создания Вообще Папа с мамой Меня слушают Вот И красота На берегу моря Где-нибудь Там не знаю Там На Гавайях На Шри-Ланке Кому нравится Там не знаю Великобритания Холмы Вы делаете Различие Между этими Двумя моментами Ведь эти ощущения Происходят Внутри вас Они резонируют На какой-то шаблон Здесь Это классно А здесь Не очень А знаете еще Какой прикол Вот если на холмах Не будет людей Класснее будет Намного В лес Мы с работы Идем Почему Там людей нет И надеюсь Людей там не будет Хотя бы первые 15 минут Как только людей нет Все сразу становится Такое хорошее Такое счастливое Такое нежное И даже стены оживают На хоть на пару секунд Как только людей рядом нет И получается Что сам факт Это Внутри идет Вот эта вот боль Боль Которая рождается От вас К другому Человеческому существу Притом Что Выйдете на море Никого нету с утра Боже мой Так классно Можно сесть Можно просто отдохнуть В маршрутке Почему ты так не отдохнешь Дома так не отдохнешь Нужно куда-то уйти От людей Чтобы отдохнуть Это какое Перенапряжение Там внутри Что нужно уйти Подальше От людей Чтобы почувствовать Себя хорошо Как при этом Рожать детей Создавать семьи Встречаться Делать вид Сейчас мне Очень классно Я наконец-то Нашла человека С которым я чувствую Нежности Там Просто Полный кайф Он-то меня обеспечивает Возит меня на Карибы Я наконец-то На Карибах Смогла Полчаса Побыть одна Боже Это такое счастье Эти ощущения Внутри вас И ваша ответственность Вот здесь важно Ответственность На себе Всегда стоит Не на зеркалах Снаружи Не на Ситуациях Людях Существах Не знаю В внешних силах Вот ваша ответственность Марат классно Придумал Помнишь ты говорил Я Я Я Я боюсь этого Я не хочу Идти туда Я чувствую Страх В виде этого человека Не в смысле Этот человек Меня пугает А я чувствую Страх При виде этого человека Сразу возвращает Ответственность Внутрь вас Самих Именно Я сейчас Не хочу Или не могу Я не могу Сейчас чувствовать Нежность А здесь включаем Размышления А почему Сейчас я в маршрутке Восемь часов вечера В этой давке Кто-то об меня трется Я не могу Чувствовать к нему Нежность Ну это же все Вселенная Почему По каким-то условиям Вы не можете Испытывать нежность Не нужно бросаться На человека И тереться Об него в ответ Не нужно его обнимать Сам факт Почувствовать Нежность Внутри себя К чему-либо Снаружи Или хотя бы К своему телу И независимо Что происходит Кто-то вам грубит Да Говорит Какие-то вещи Обвиняет вас Кричит на вас Вы можете лишиться работы Денег Бла-бла-бла-бла-бла-бла Но это чувство Внутри вас Оно только Внутри вас И вы сами решаете Вот это что-либо Снаружи Как типа Грозы Нарушит Это чувство Нежности Это чувство Радости Или нет Конечно Я согласна Когда стоишь Перед каким-нибудь Начальником Он тебе говорит Что он тебя уволит А тебя прет от смеха И нужно сделать серьезное лицо Да Это мне знакомо У меня какие-то вещи говорят Я такая стою Наташа Успокойся Не ржи Не ржи Все будет хорошо Сейчас выйдем И просмеемся Потому что так можно В рожу получить Осознанность тоже Мы не выключаем Мозг работает На полную катушку Вот Было бы хорошо Сделать перерывчик Минут на 10 Вот Давайте на 10 минут Перерыв Продолжение следует